Возненавить настоящую жизнь, ибо видишь, как беспорядочно вращается ее колесо. Пятое. Не вожделевай благ, которыми пользование переходит и обладание утрачивается. Смейся над теми, которым во всем успех, и сострадай тем, которым во всем неудача, ибо это ведет к награде, а то к любомудрию. Подвязайся в терпении, какое, как знаем, показали мученики, потому что и от нас требуется мученичество совести, чтобы устоять в требованиях совести. Всему предпочитай душу, и путь забродетели почечет тогда без труда, ибо все тленно, а душа бессмертна. Тленному же надлежит предпочитать бессмертие. Будь готов к скорбям, и большую от этого будешь иметь пользу. Десять. Не проси у Бога приятного, но одного полезного, ибо первого, сколько не проси, Бог не даст. Если же и получишь его как-нибудь, оно скоро пропадет. Не порицай нищеты, потому что она делает ничем, не развлекаемым борца на поприще закона. Не увлекайся богатством, потому что заботы о нем всего чаще отлучают человека от Бога и против воли. Близок конец. Готовься, ленивый, к бичам. Недалеко до жатвы очистим же от терни ниву души. Ничего не сокрыто от судьи, и напрасно усиливаемся мы укрывать все греша. Более людей стыдись ангелов, которых при нас много, и удаляйся от всякого срамного деяния. Заботливо помышляй о весах судьи и выбросишь из дел жизни твоей все, что не может выдержать настоящего веса. На весах тех или что подложным окажется по причине примеси чуждых расположений, как оказывается подложная, например, золотая монета, не выдержав своего нормального веса по причине примеси других элементов. Почитай для себя ущербом праздность и покой, и спеши делать что-либо такое, что имеет быть потребовано от нас. Помышляй всегда о непостоянстве настоящей жизни, и ничто в ней не в состоянии будет развлечь тебя. Двадцатая. Не услаждают тебя земные радости временные, ибо это удочка, душу, как рыбу приманивающая и уловляющая, против искушений стой, показывая потребное мужество. Нигде не презирай никогда проливающего слезы бедняка, чтобы не были презрены слезы твоей молитвы. Любомудрое и самое изрядное для всех стяжание, но, будучи единственным, оно и собребывает, хочет с едиными стяжавшим его добродетельки тон Божий, его тки, и будешь облачителем, одевающего всю тварь. Двадцать пять. Наземное похищается татями. Дело небесное, которому недоступно, перстам похитителей, неухватимо перстами этими. Отказываться должно от утех, потому что они вовлекают в дела, от которых после отрезвления бывает тинание. Плотолюбивыми помыслами надобно всячески гнушаться, потому что они, раскрывая тело, и душу оскверняют. И земные блага не без трудов достигаются. Почему же из-за трудов уклоняемся мы от благ небесных? Хочешь ли творить добродетель, не чувствуя труда? Держи в мысли, что труд этот временен, а награды за него вечно. Тридцать. Все, истаивающие в бессместных, непотребных сластям, подумали бы о краткости наслаждения ими, и о длительности наказания за него. Все почитай тленным, и только добродетель нетленную. Пренебреги всем, что делает человек скотоподобным, человека, и делай то одно, что может сделать себя небесным. Ревнуй о добродетели, потому что она через любомудрие Богом являет Адама. Удерживай черева, удерживай язык, чтобы не быть одному рабом, а другого свободником, бесполезным. Тридцать пять. Люби Бога, и к своим не будь привержен более чем к Нему, чтобы по слову Его не оказаться тебе недостойным Его, хотя и не желаешь ты этого. Терпеливо переноси скорби, потому что в них венец для ротоборцев. Блаженно терпеть зло, а делать преокаянно, ибо терпящий его наследник Христов, а делающийся наследник дьяволу. Добр хлеб поста, потому что нет в нем кваса сластолюбия. Свят жертвенник молитвы, потому что привлекает к нам святого святых. Сорок. Не считай справедливость пределем добродетели, потому что без нее всякое дело нечисто. Если сеешь в нищих, сей свое, ибо чужое горча и плевел. След милостивый, если он несправедлив, ибо возделывает поле, с которого не может собрать жатвы. Всегда ожидай смерти, но не бойся, или поставь себя в состоянии небоятеля, ибо то и другое истинные черты любомудрия. Носи образ добродетели, но не для того, чтобы обмануть, а чтобы принести пользу видящим тебя. Говорить надлежит о хорошем, и тому, кто не делает хорошего, чтобы, устыдясь своих слов, начал он и делать. Если истинно желаешь неба, то ничто же тебе и земле. Ибо это не позволяет воспарять к тому. Не желай разбогатеть ради нищелюбия, ибо Бог законоположил праведнику подавать милостыню от сущих из того, что есть у него. Если чаша студеная воды оправдывает милосердого, то какая награда ожидает расточающего все на бедных? Чистота и сострадательность матери добродетелей. Потому без то и другое нельзя в войнице Христу или воинствовать под Христом. 50. Не неради от сострадательности, ибо она благого владыку не звела с неба. Не говори, отомщу врагу, ибо есть у нас на небе праведный судья и отмститель. Не пренебрегай чистоты, ибо через нее соделавшееся орудием воплощения, пресвятая Дева, даровала людям воплотившегося ради нас Бога. Не желай, не жить в утехах, не богатым быть, не славиться, потому что это житейская тля, а мы созданы не на истление. Не плачь над умершим, это общий путь, и блажен кто достигает конца его безукоризненно. Плачь о грешнике, а не о нищем, ибо этот уготовляет себе венец, а этот муки. 56. Смейся над колесом жизни, беспорядочно вертящимся, но берегись бездны, которую низвергает оно засыпающих на нем. С Богом беседуй много, а с людьми мало, но, поучаясь в законе, исправишь то и другое. Благодетельная для души баня, слезы во время молитвы. Но после молитвы помни, о чем ты плакал. Не ублажай сильных мира, потому что сильные, сильные истязаны будут, премудрость 6.6. Почему и судью будут они иметь строжайшим к себе? 60. Адаму, то есть падшему человеку, трудиться положено телом, невольно и безнаградно, но, трудясь в законе, мы стяжеваем воздаяние. Наследникам Евы необходимо скорбечь, но когда с благодарением переносим скорби, тогда клятва обращается нам в благословение. «В деяниях своих имей светильникам совесть, ибо она показывает, какие из них добрые, какие худые. Осудим себя, и судья умилостивлен, ибо он, как благой, радуется, видя, что грешник расточает бремя свое. Если сделано нами что-либо нечистое, омоем это покаянием, потому что образ Божий должны мы представить себе чистым». 65. «Уврачуем душевные струпы прежде обнажения их, чтобы этими врачебствами отвратить бичи наказания. Как связанным неудобно ходить, так и сплесшимся с житейским нельзя чисто совершать течение добродетели. «Надлежит ненавидеть грех, ибо при этом, если и впадет кто в него, скорее выйдет из сети его. Кто не имеет ненависти ко греху, тот, хотя и не делает греха, причисляется к грешникам, стеная о ближнем грешащем, чтобы и о себе востинать, ибо мы все повинны грехам». 70. «Падшему другу напомни о судье, и свою намостишь через это греховную рану, ибо такой совет есть в общее врачебство. Намереваясь что-нибудь сказать или сделать, поимей в виду и ответ, который вскоре потребуется от тебя, и уцеломудришься под действием страха. Бойся наказания за грех и цепеней при мысли о посрамлении за него, потому что тяжесть того и другого безмерна, и красота и множество будущих благ беспредельны, а настоящая тень, дым, водяной пузырь, «Не сей зла, потому что жатва близкая, и возделывателя терней ожидает огонь». 75. «Лицемеры, любостяжатели, сластолюбцы, розы мира этого, но пождешь немного и видишь вместо роз траву истоптанную. Всякое худое дело оружие против нас дает дьяволу, но он, вооруженный им, жестоко обходится с вооружившими. Хочешь ли привести в изнеможение врага, а таки грех, и можешь тогда издеваться над ним, как над ощипанным воробьем. Горе нечестивому, ибо когда все просвещаются, он мраком покрывается. Горе богохуднику, ибо свяжется у него язык перед лицом судьи, и он ничего не будет в состоянии сказать в оправдание свое. 80. Горе беззаконнику, ибо пойдет он к строгому судьи и праведному законоположнику. Горе любостяжательному, богатство от него отбежит, примет же его огонь. Горе ленивому, взыщет он времени зло потраченного. Горе высокомерному, когда ляжет во гроб, узнает, кто он. Горе блудолюбца, осквернившему брачную ризу. Со стыдом извержен он будет из брачного чертога царского. 85. Горе брончивому, и с ним пьяницы. С убийцами они в чиненый бот, и с прелюбодеями наказаны. Горе предающимся утехам в это короткое время. Откармливает он себя, как тельца, определенного на заклание. Блажен, кто идет тесным путем, ибо он внидит на небо венценосцем. Блажен, кто попирает утехи, ибо его трепещут демоны. Блажен, кто чист в душе и невесомерен добродетели, ибо он будет судить мир, а не судимый вместе с миром. 90. Блажен, кто не усыпен в молитвах, чтении и доброделании, таковой не уснет в смерть. Блажен, кто высокую имеет жизнь и смиренное мудрование, ибо он подражает Христу и со Христом совосядет. Блажен, у кого закон не сходит с языка, ибо от скинии такового никогда не отступает Бог. Блажен многим благодетельствующий, ибо на суде найдет он многих защитников. Блажен, у кого добродетель неподдельно, ибо лопата судьи безошибочно развеет все. 95. Блажен, украшающий дела свои прежде появления огня, которым все искушено будет. Блажен, поспешающий к будущей жизни, потому что настоящее издает воню тление и влечется к смерти. Блажен, кто расточает собранное зло и чистым предстанет чистому судьи. 98. Но глава слова «Душа, не будь беспечна, потому что спустя немного станешь перед весами страшного судилища Христа Бога нашего». Пятое. Подобное предыдущим мысли и увещание извлеченное из других писаний преподобного Нила из первого слова к евлогию монаху. Первое. Похвально мужество добродетели и во время мира, но еще похвальнее доблестью во время наступившей брани. Добродетель являет себя не только в том, что делает, но и в бедствиях, противоборствующих ей. Бестрастен, кто одержал победу, перенося страдания во многих браних. А говорящий, что приобрел добродетель без брани, еще страстен. Сердце, у которого нет брани, лишается возможности оказать добродетель, потому что добродетель получила название свое о доблестных подвигах, делом являемых на брани. Пятое. Будем решительно отрывать услаждение помыслами, обращая на них весь гнев, ибо иначе с услаждением принимая помыслы, не сделаться нам сочувственными и к предметам их. У человека небезмолвного душа борется с впечатлениями чувств, а любитель безмолвия, охраняющий чувства, борется с помыслами. От благодати, приявшая силу на подвижнические труды, доблюдутся от мысли, что имеет ее сами от себя, естественно. Виновник всего доброго в нас есть давший слово о заповедях, как и виновник всего худого, лукавый, подлагатель прелестей. Поэтому, какое не сделаешь добро, принеси благодарение виновнику добра, худое же докучающее тебе позовами, а относи к родоначальнику всего худого. Конец же всякого труда, затруднения, скорби. Приноси благодарение Богу, благодателю, чтобы таким искренно принесенным благодарением посрамлена была злоба врага. Это к делу превосокупил благодарность. Тот будет иметь неокрадомом сокровище сердца, соорудив против греха двойную стену с бойницами. Достоин похвалы тот муж, который с деятельной жизнью сочетал умственную, чтобы Нила душевная, орошаясь из обоих источников, обильной произращала добродетели. Ибо умозрение окрыляет умную сущность к созерцанию вещей совершеннейших, а деятельность умерщвляет члены, которые на земле блуд, нечистоту, страсть, похоть злую. Поэтому припоясавшийся всеоружием деятельности и умозрения удобно уже наступает на демонское лукавство. Демоны воюют с душой и помыслами, а им чувствительнее для них противоборство и терпение. И они, видя этого мощного предводителя битвы, с робостью вступает уже в борьбу. Если хочешь успешно вести брань с полщищем демонов, то, брата души, свои чувства заграждая уединенным безмолвием и ухо свое прилагай к словесам отеческим, чтобы, научившись таким образом, лучше распознавать терния, помыслов, пожигать их гневом и отвержением. Когда внимаешь советом отцов, будь не судьей их дел, но уразумевателем и изучателем изречений их. У врагов обычае внимание вопрошающего отводить на деятельность советующего, чтобы, настроив тебя, быть строго разборчивым его судьей, лишить полезного от него совета. Когда предлагается тебе совет, не отвергай его, хотя бы ты был и сам сведущим. 15. Кто не допускает до слуха отеческую заповедь, тот прислушает и заповедь закона. Не удовольствие только свое беседуя о приспеяниях отцов, но требуя от себя быть и самым трудолюбивым делателем он их. Трудолюбно старающийся познать, какой помысл, какому подвигу противоборствует, будет искусным в борьбе с прелестью вражью. Ведай, что вместо того подвига, которого в целой совокупности духовных своих подвигов не достает, вкрался похитивший его, обычный противящийся ему помысл. Помни с благоразумием в подвиженческих трудах храните сердце, чтобы забвение попечения о вещах лучших, похитив его, не придавав плен помыслам. Забвение об этом пленении сговаривается со злобою врагом, чтобы как скоро оно окрадет ум, она, злоба, враг, проворнее входила в него и расхищала его, как угодно. 20. Когда один любит выслушивать, как другой кого-либо поносит, тогда они оба служат орудиями, двум духом, взаимно друг друга содействующим. Ибо злослушание разжигает злоречие, и злоречие вызывает злослушание. И обе они на пагубы сердцу любят друг друга. Заграждая слух свой от пересудов, чтобы не грешить двояко, и тем, что себя приучаешь к пагубной страсти, и тем, что других не удерживаешь от языка люб более. Любящий насмехаться, разбойнически окрадает душу высших его людей, клеветами прокапывая слабый слух. Убегающий от языка, который злословит ближнего, и свое собственное прогонит злословие. С приятностью слушающий злословящего ушами всасывать яд зверя из бездны. 25. Ухо твое да не вкушает этого горького яда, чтобы и тебе не поднесть другому такого же снадобья. Не обморачивай слуха своего пересудами, чтобы, продав себя этой страсти, не стать тебе рабом многих страстей, потому что одна страсть, нашедшая для себя место в себе тоже гнездо или стойло, ведет и другие страсти. Делается же рабом многих страстей владычественный ум тогда, когда, сопрягшись с какой-либо страстью, совсем отбрасывает подвижнические труды. Что достойно в тебе зависти, то скрывай наиболее от завидующего. Когда друг твой считай унижением для себя добрую славу о делах твоих, уязвится завистью и даже вздумает некоторым укором омрачать ее, смотри, не уязвись и сам, попустив влиться в душу твою горькому яду огорчения, а то мы заботу у сатаны, чтобы его завистью зажигать, разжигать, а тебя огорчением съедать. Но смиримся лучше и большую таковых честью почтим, стараясь и трапезою укротить озверившийся от ревнивости дух их. Тридцать. Одного терпеливого пустоножителя старца некто усилился вывести из пустыни по причине глубокой его старости, но старец сказал ему, перестань вынуждать меня к этому, потому что для меня, злодея, еще не кончился срок изгнания. Когда я просил его сказать мне слово в назидание, он ответил, трудолюбно взыщи прежде всего вкоренение страха Божьего сердца, и тогда внутри себя будешь всегда находить потребное слово, учащее человека разуму. Этот же старец, будучи вопрошен о стяжании страха, сказал так, кто заботливо бледет память о смерти, тот руководится этим и к страху суда. Побуждаемый страхом, будь еженевным собеседником божественных писаний. Через собеседование с ними выживешь ты беседы, прирожения чуждых помыслов. Кто по учениям в Божественных Писаниях собирает сокровища духовного ведения в сердце, тот легко изгоняет из него помыслы. 35. При ночном чтении на беднях, слушая Божественное Писание, не будем оглушать слуха сном, не предавать душу в плен помыслам, но жалом Писании будем уизгять сердца, чтобы пришедшим в сокрушение восприять ревность о спасении и пресечь противную неродилость. «Горящий любовью к Богу памятованием о небесном изгоняет из мысли всякое человека угодие. Свидетельницу дел твоих, совесть свою, не отсылай к помыслу придирающему падение и сладкоречиво о нем говорящему. Не угасишь телесных страстей, если к плоти своей не приложишь в расчетства подвижнических трудов, сокрушающих ее страсти. Не угасишь и душевных страстей, если не исполнишь прежде сердце свое плодами любви. Страсти телесные ведут начало свое от естественных потребностей плоти, и против них нужно воздержание, а страсти душевные порождаются от потребностей душевных, и против них потребна молитва». 40. Любовь, собственно, ничего не имеет, кроме Бога, потому что Бог есть любовь. Страхом Божьим облекись поверх страха мук вечных, чтобы страхом огня гиенского вожечь в себе неугасимую горячность к делу Бога угождения, и скорее умудриться против злокозненности помыслов, ибо страх – начало премудрости. По опыту, изъясняющий обобщение помыслов, не всеми познан будет, а только теми, которые сами опытны, потому что путь к ведению все один для всех – опыт. Училище опытного ведения есть жизнь деятельная, которую, восприяв трудолюбнейше, и себя узнаем, и помыслы различать научимся, и Бога уведаем. 45. Силы для умерения помыслов твоих добудет дела, потому что деятельное премудрее знательного и говорительного, равно как и многотруднее. При деятельности слова слова сверкают, как молнии, а когда нет дел, слова не сверкают силой дел. Помыслы, избодая душевное око, ослепляют нас, чтобы мы наивысшими из заповедей пользовались наихудшим образом. Летуют демоны на тех братьев, которые отличаются повиновением своему Ави, и скрижащат на них зубами, потому что с повиновением они сопрягли и беспопечительные отречения от мира. Тем, которые покорны своему отцу, демоны всякие, изыскивая предлоги, готовясь огорчения на него, готовят, и в случае движения при этом гнева возбуждает на него серчание, а потом, мало-помалу, возгнетает и ненависть к нему за то, что он будто несправедливо наказывает и лицеприятен. Делает это демоны для того, чтобы разными способами, поколебав душу, похитить ее из отеческих объятий. Иногда демоны возвеличивают подвижнические труды в помыслах, а иногда уничижают их, как ни к чему не служащие, чтобы где вложить высокоумие, а где посеять отчаяние. Возвеличивают они труды тех, которых не могут довести до разлинения, чтобы ввесть их высокоумие. А тем, которые не соглашаются в дать высокоумие, твердят одно то, что подвиги их ни к чему не служат, что, приведя их через то в разлинение, ввергнуть в отчаяние. 50. Когда помыслы возвеличивают наши подвижнические труды, тогда, отринув их с презрением, будем уничижать душу. А когда уничижают эти труды, как ни к чему не служащие, тогда сколько есть сил, будем возвеличивать Христово милосердие. В какой мере удручаешь свое тело, в такой же испытуй свою совесть. Познавай себя самого, ощущая тайное расхищение помыслов, чтобы, оставаясь нечувствительным к тайным их окрадениям, не прийти нам во мрачение от мысли, будто бы добродетели пожинаются одной суровостью жизни. Как не бывшее в деле золото, вложенное в плавильную печь, делается чище, так и новоначальный монах, переплавив нравы свои в обители, делается светлым посредством опытов терпения. Приказаниями братья обучается он послушанию, а наказаниями наказующего аву или старца уготавляется иметь вкорененном долготерпение, и если он с радостью будет принимать оскорбления и возлюбит смирение в уничижениях, тогда Став выше противоположных этому страстей начнет далее рассеивать добродетелями по мере более и более даруемых ему благодатью сил. Он тогда ощутит успокоение, когда отсекший причины страстей вступит в созерцание, а до отсечения страстей ощущает он и труд, и опасности, не твердой ногой исходя на борьбу с соперниками. Старца очень одобряет отшельничество, когда оно бывает в свое время, то есть, когда кто приступает к нему, совершившись в добродетелях и в общежитии. И такой пусть сначала испытает себя, может ли с успехом жить в отшельничестве, а если найдет это для себя невозможным, по недостатку сил, пусть возвратится в общежитие, чтобы иначе, не имея сил противостоять ущищрениям помыслов, не лишиться рассудка. 55. Как плачущие вдове утешителями служат сыновья, так падшей душе утешение подвижческие труды, которая рассеивает помыслы отчаяния, углубляет верующее покаяние, провозглашает милосердие Христово и заглаждают содеянные грехи. Как молодой пес покушается унести хлеб у младенца, так лукавый помысл разумения у сердца. Поэтому не как младенцы будем смотреть на лукавство противных сил, чтобы не предать им душу на расхищение. Как сверкающий сон звезд светлым делает небо, так истина божественных словес, как бы светильник внося внутрь, осеевает человека. Поэтому будем все носить, один и тот же образ истины, потому что Господь вселяет единомысленный в дом. Как солнце светозарными лучами улыбается всей земле, так любовь светозарными деяниями приветствует всякую душу. Если приобретем ее, то угасим страсти и просияем до небес. Всякий труд совершишь, как скоро улучшишь святую любовь, а когда нет ее, ничем нет успеха, тогда и гнев сверепеет, и нравы грубеет, и к трудам по высокомудрию примешивается тщеславие. Прежде должно побороться со страстями и со многим трезвением предать памяти, что было во время брани, и потом по испытанному на себе сообщать и другим правила борьбы и делать для них победу удобнейшую, сказывая наперед способы, как вести брань. Иные одолели в себе страсти, может быть, долговременным строгим житием, но не знают способа победы, потому что как в ночном сражении не следили они за ходом всего дела, и ум их не познав вражеских злоумышлений. 60. Вкусивший безмолвие и начавший сколько-нибудь упражняться в созерцании, не согласиться связать ум с заботами о телесном и отвлекший его от духовного ведения, а обращать к делам земным, когда он большей частью парит превыспренно, когда покорены страсти ниоткуда не беспокоят уже враги и оборонительных оружий не нужно употреблять в дело. Тогда можно приступать к возделыванию душ других, а пока самовластвуют еще страсти, продолжается еще брань с мудрованием плоти, не должно отымать рук от оружия, но непрестанно надлежит иметь их под руками, чтобы злокозненные враги не обратили нашего упокоения в случае к нападению и не пленили нас без пролития крови. Святой Моисей дает Израилю, когда он войдет в землю обетованную и потребит живущие там народы, такой урок, «Внимли себе, да не зыщешь последовать им о истреблении их». Второзаконие 12.30 Этот урок очень пригоден для тех, которые по отсечении страстей не обращают тщательного внимания на свое сердце, ибо в таком случае начинают возникать в них как некие отпрыски, образы давно бывшего. И кто дает им свободу часто западать во владычественный ум, не возбраняя им входа туда, тот снова откроет в себе приют страстям после победы над ними, делая таким образом жизнь небезопасной от борений. Ибо страстям, когда они даже укращены и подобно валам приобучены есть стена, свойственно по нерадению укротителя снова делаться дикими и приходить в зверскую свирепость, проклят, который положит идола в сокровении. Второзаконие 27.15 Не одно и то же навсегда что-нибудь сокрыть в земле и положить в сокровении. Сокрытое в земле и не являющееся уже чувство со временем изглаждается и из памяти, а положенное в сокровении, хотя утаивается от посторонних, но часто видимое положившим обновляет воспоминания о себе. Таким положенным в сокровении идолам бывает всякий срамной помысл, образовавшийся в мысли и неизверженный, но втайне удержанный. Кто так делает, тот подвергается прописанной в законе каре, потому что лилеяние им помысла срамного есть то же, что поклонение идолу. Не надо надавать доступ к сердцу представлениям, повреждающим помысл, потому что если сердце ввергнется во мрачение нечистых помыслов, то уже будто насильный против воли увлекается к страстному делу. 65. Дух Святой написал жития святых, чтобы каждый из проходящих какой-либо образ жития возводился к истине подобными примерами. Субтитры Продолжение следует...